повествование про экологию вчера весь целый день провел чистя здесь чистя здесь чистя здесь все это вот это такое состояние как я все это делал то есть щетками каким-то растворителями потом налил масло все это на улице короче это очень-очень трудно очень трудно и я хотел дай воздать должное экологам которые придумали всю вот эту хрень это считается забота это зеленые технологии забота окружающей среде обо мне заботиться кто-нибудь будет я хватанул растворителя я хватанул значит этого масла на сидела во первых я там загадил всю площадь вокруг себя все это надо было куда-то выкидывать куда-то сливать в дальнейшем значит я загадил это все это вот забота как окружающей среде в окружающую среду я загадил всю я загадил самого себя я куртку отстирал меня все в этих вот 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 эта грязь вот она вся там возможно даже это это только часть это только часть загажен пол загажено все вокруг это вот зеленые технологии обо мне кто-нибудь позаботился я мог сдохнуть грубо говоря всего вот этого явно что я себе здоровье не прибавил соответственно смотрим на этот двигатель это каменс у него даже цепи здесь нет у него идут шестеренки дизельный двигатель смотрите что с ним происходит вот сейчас не надо чистить вот так как как вот этому двигателю не так много лет машина не старая ну 5-6 лет соответственно все видят что этот двигатель мог проработать еще сто лет да но его вот эта система игр вот она вся вот она вот идет с выхлопа значит труба и она придет напрямую двигатель то есть мы очищаем берем фильтр воздушный который здесь стоит вон он там очищаем от мелкой пыли от всего на свете вот фильтр и тут же тут же собственной рукой собственными конструкторскими идеями грубо говоря сыпем песок в этот же двигатель это зеленые технологии это забота о погружающей среде сколько стоит производства вот в этой херни который вот так вот надо сейчас вот она стоит здесь дополнительно ее нужно откручивать а сглушить вот эти все дырки это вот этот выхлопной газ и соответственно его выкидывать двигатель грубо говоря губится он убивает его то есть он мог прослужить сто лет а вот а он прослужил пять лет из-за вот этого всего сколько стоит как как производятся общие двигатели это добывается металл копаются карьеры отливается на завод там все это сложное доменное производство сложное соответственно производство металла люди работают любить люди дышат этой гадостью природа губится при производстве металла при его добычи при его каких-то и все это выходит пять лет и в утиль вот это вот это зеленые технологии это забота погружающей среде он мог проработать 20 лет он проработает 6 лет и потом нужно опять новый двигатель это забота погружающей среде так а так получается да мы же должны производить загаживать планету одноразовыми вещами чтобы больше копать больше погубить леса деревья реки что такое обогатительный кабинет это большие мельницы это отходы производства и вроде как все заняты да фигня это все никто ничем не занят заняты только что губится тех на губе губится природа губится окружающая среда губится лес губятся люди при на этих карьерах до огромных самосвалах работа там пылище стоит там огромные вот эти вот карьерные самосвалы которые чадят гремят чтобы чтобы вот это потом в мусорку выкинуть вот так все это происходит еще а сейчас я узнаю в германии нашлись такие активисты партии как всегда зеленые технологии хотят окружающую среду протыкают вот эти колеса уже там 900 грузовиков машин джипов как они считают внедорожные которые загрязняют окружающую среду вот это колесо идет в утиль что такое колесо для природы вот и вот потом девать некуда и вы так не до конца не отработана терять технология а утилизации шин их измельчает их куда добавляет какой-то бетон строит какие-то дорожки что только не делают но это очень большая проблема это очень великая проблема куда девать эти колеса а попросту их возможно сжигают и вот это эти так сказать партийцы экологи вот так заботятся об окружающей среде чтобы образуется море покрышек потом которые девать некуда это интересно почему не приходит не прокалывать колеса у грузовиков которые доставляют им жаротву еду которую они жрут каждый день а ну раз вот эти сделали вот этот вот отравляющими газами эгр ну есть же течение пить свою мочу потреблять кал говно как я говорю говноеды эти капрофилы они хотят что все стали капрофилами чтобы все пили свою мочу но природа так не сделала она сделала что мы все-таки что-то съели что-то выделили и потом нам не нравится этот не запах не цвет это это этим занимаются всякие жучки паучки они перерабатывают вот этот помет кал все остальное им для этого нужно все в природе за циклено зациклено нам не надо пить свою мочу я вам не советую это очень очень вредно это ведет к отравлению организма как вот этого двигателя это тоже самое он грубо говоря занимается собственным говноедством из того что он уже выкинул через выхлопную трубу вот это зеленые технологии так называть ну да давайте да убьем как они говорят давайте есть зеленый как это называется траву убьем всех коров вот у просто ты убьем они же норки норок убили миллион там два три вот нам не нужна шкурка мы заботимся а в зверь как так давайте всех убьем и убили их просто закапывали в карьерах они там шевелились еще ну просто девать их некуда просто пришли вот эти вот умные люди экологи также сейчас в америке выделяется метриллионы миллиарды на вот сейчас байден а я речь посмотрел кстати байден был бодрячком бодрячком я вообще удивился как говорится все говорят что кто-то там но это все удивились чем он чем он накачали что что произошло он говорил без бумажки он говорил связано шутил а ну конечно там повторял некоторые фразы но помнил какие-то имена но это очень большой делал я тогда даже не смог вот он возможно отдыхал после этого это было очень поздно вечером я впервые посидел посмотрел так это смотрите вся америка давайте соберем там сейчас будет выступление байден ну точно как войну китай наверно объявит или еще что-то приехал байден там все пошутили ну когда я смотрел это я посмотрел какой-то цирк вот мое первое впечатление я говорю да это же цирк посмотрите там клоуны сидят в разродетых одеждах и точно потом вот этот мем что этот цирк там такер этот вставил действительно циркус вот так вот выделим значит миллиарды на зеленые технологии а миллиарды на посадку лесов я говорю да почему вы не хотите не нужно выбрасывать карбон в воздух но это же еда растений это же еда они этим питаются вы значит на голодную смерть отправляете растение не даете ей углекислый газ которым они питаются а вы выкидываете миллиарды чтобы как это убить всех коров убить всех норок убить всех свиней убить все убить все живое все зеленое мы ничего не должны потреблять мы ничего не должны плане должна быть пустая как пустыня тогда всех все без всякого кислорода без всякого углекислого газа и все и все всех устроит будет пустыня ничего никто не будет никого есть никто никого не будет потреблять как сказать Убивать, как они говорят, вы убиваете их. Я говорю, ну, вот эти свинюшки, у них цикл жизни такой. И мы, и нас кто-то съедает, нас же жуки съедают. Ну, давайте убивать жуков, потому что, когда после смерти, нас всякие червячки, паучки потом перерабатывают, когда мы лежим там в земле, в могиле, еще. Ну, кого-то сжигает, так что я лучше... Все равно даже оборот молекул, атомов в природе происходит. Никуда вы не денетесь, мы состоим из энергии, звезд и всего остального. Вот это называется... Люди не знают, чем заняться. Вот так вот уничтожают двигатели, потом выкидывается вот это вот все, алюминий, это все остальное, все это идет в переработку. Так вот, такие усилия были произвести, вот это вот. Вот сюда входит ЭГР, вот сюда входят выхлопные газы, потом они... И сюда попадают сразу в двигатель. Вот здесь все было, все было, чернота нагар. Я представляю, что там в цилиндрах происходит. Кстати, вот будущий президент, по-моему, Мэк Харри, такая женщина, я посмотрел, объявил о своем желании стать президентом Америки. Вчера мне, кстати, задали вопрос, а какая лучшая страна все-таки считается? Я говорю, конечно же, все-таки Америка, но все-таки это единственная и первая страна, которая прописала такие законы и установила такие порядки, которые, вот видите, привели к такому процветанию. Почему-то, когда ругают Америку, никто не хочет вспоминать, как это все начиналось, откуда люди пришли, что они здесь хотели сделать, чего они бежали, почему они вот такие порядки создали, условия. Вот эта женщина, которая мне понравилась. Оказывается, я почитал ее историю, и она, Валя, она бизнесмен бывший. Ну, как сказать, их семья начала с производства одежды. Она выходит с Индии, сикхи, да, или как они там называются. И, соответственно, добились успеха, стали миллионерами. Вот, как я и говорил, это путь, который должны пройти президенты или какие-то политики. Без успехов в бизнесе, без успехов в бизнесе, их даже кандидатура не должна рассматриваться. То есть, человек, который не узнал, как работает общество, как работает государство, как оно должно работать, как все структуры должны способствовать успеху предпринимателя, который соответствующим образом пытается реализовать все свои мечты, идеи, какие-то свои изобретения или еще остальное, и все должны как бы стоять на цыпочках и говорить, что вам угодно. Без этого невозможно. Вот она как раз-таки, как и Трамп, собственно говоря, как и нормальный вообще президент, который проявил себя наилучшим образом, прошли путь предпринимательства. То есть, когда уже ты вырастаешь из этих русских штанек, ты уже становишься дополнительно политиком. То есть, это как бы твоя вторая профессия. Вот так это все дело обстоит. Так что, мне, в принципе, понравилась кандидатура. Сантец тоже ничего, но он военный, военным я никогда не доверяю. Но это все-таки люди, которые не пригодились нигде на гражданке, которые ничего из себя не представляют. Ну да, возможно, он бывший военный, возможно, он как-то одумался. Ну, я не вижу у него никакого пути бизнесмена, который бы создал предприятие, работал с коллективом, добился коммерческого успеха. Вот. Ну, так что вот эта женщина, я считаю, более подходящая кандидатура. И я буду за нее, так сказать, болеть. И я думаю, 50-60-70%, что она станет президентом. И так должно быть. Вот такое мое послание.